Спиленные деревья, перевернутые мусорные баки, самарчанка Полина Николаенко фотографирует унылые дворовые пейзажи отнюдь не из любви к искусству. Она председатель ТОС Перспектива в промышленном районе. Фотофиксация коммунальных проблем, составленные в дополнение к этому акту и последующие штрафы за нарушения, оказались одними из самых действенных способов добиться от управляющей компании порядка. Вот в частности я хочу рассказать об этой контейнерной площадке. Она была очень проблемная. Очень проблемная. Мусор не вывозился из-за того, что машины стоят все время. Мусоровоз приходит, а машины стоят. Договорились поставить доску, которая извещает о том, что нельзя ставить. Ну и в итоге есть результат, что мусор вывозится регулярно. Если управляющая компания и сами соседи Полины Николаенко прислушались к ее просьбам и проблема с мусором была решена, то жильцам частного сектора в этом плане повезло меньше. Собственники частных домов также обязаны следить за порядком на прилегающей территории. Но делают это далеко не все. Сетует заместитель председателя ТОС «Возрождение» Денис Светлышев. У нас здесь есть школа-интернат, где дети, инвалиды живут. И напротив живет человек, достаточно обеспеченный, богатый, но который около своего дома принципиально содержит строительный мусор, технику и никак не хочет благоустраивать. Мы его предупреждали, проводили беседы, но он никак не реагировал, не шел на контакт. На что мы составили акт и передали в административную комиссию на штраф. По поручению мэра Самары Дмитрия Азарова для председателей ТОСов проводят обучающие семинары по правовой грамотности, где специалисты городадминистрации разъясняют все тонкости взаимодействия с коммунальщиками. Подобные семинары особенно актуальны в преддверии месячника по благоустройству. На территории городского округа Самары действует нормативный правовой акт, это постановление главы городского округа номер 404, в котором строго определены требования к производству определенных работ. Это уборка городских территорий должна осуществляться ежедневно, вывоз мусора должен осуществляться ежедневно, надлежащее содержание контейнерных площадок ежедневно. Однако эти требования соблюдают далеко не все. Только в феврале нарушители правил благоустройства в Самаре были оштрафованы на общую сумму более 4 миллионов рублей. И если коммунальщики не возьмутся за дело, то уже в марте эта цифра может увеличиться в разы, обещают в городадминистрации. Анна Шорина, Алексей Нагинский, специально для 63.ру.